Простите, пожалуйста, произошел глюк у меня с компьютером, он неожиданно начал перезагружаться и так получилось, что все ваши вопросы, которые вы отсылали все это время, очень мне неловко за эту ситуацию, но мы как бы вот смогли, сразу вернулись в эфир и вот эту часть эфир мы полностью посвятим ответам на ваши вопросы. Было очень много интересных вопросов, что приятно, я даже их копировал специально себе в блокнот, Ливан не даст соврать. Да, так и было, мы что-то помнили. Да, что-то мы запомнили, но к сожалению у меня в самый неподходящий момент завис компьютер, ребят, поэтому ничего не сохранилось, можете повторить ваши вопросы сейчас, я еще раз поставлю вам музыку, как раз вот пять минут будут сладца вопросы и... Я угадал, мы угадали, я кстати, когда ставил музыку, я говорил, что Костю Гусеву наверняка Рыжий пиарит, привет Рыжий. Привет, дорогой. Да, походу я тоже подъеду, но скорее всего я играть не буду в воскресенье, но подъеду вас поддержать, потому что уже давно из дома не выходил, как бы мои колени не позволяют мне пока еще бегать. Не знаю, я собираюсь его поставить на вороты, потому что батарея, которого нового я нашел на сборах до 24-го числа. Это идиотизм с вратарем, я как бы просто приеду поддержать вас и все такое, естественно, ну бегать я не могу вообще, потому что у меня иначе сразу опять кресты полетят. А бегать и не надо на воротах. Ну, а на воротах я точно стоять не могу, потому что я пиво пью больше. Кстати, все, кто хотят прийти и поддержать Илю на воротах, можете приехать в воскресенье в 19.40 на метро Сходинскую. Ты что, еще перед зрителями, чтобы я позорился, обалдел, что ли? Лучше уж на поле тогда. Так, друзья, сейчас повторяйте вопросы, которые вы задавали, я вам поставлю музыку. В этот раз, я надеюсь, ничего не пропадет, независнет, я уже копирую вопросы. Вот эта часть стрима будет полностью посвящена ответам и буквально, наверное, мы 15-20 поотвечаем, тем более нам по большому счету. Да, да, конечно, почему бы нет. Нам очень приятно, что нас смотрело в этот поздний час. Ну, было 1700 человек, сейчас после рестарта осталось 1000. Если честно, мне приятно сидеть, просто даже Илью слушайте, а тем более читать ваши вопросы. Они реально интересные, я готов здесь. Я, Леван, тоже по тебе очень соскучился, тебя очень долго не было. Я именно. Я очень надеюсь, кстати, ты будешь продолжать сбор средств? Как там вот эта ситуация? Ну, смотри, я уеду за матерью 19-го числа, где 27-го, там будет понятно, сколько денег нужно будет еще или не нужно будет. Меня просто возмутило то, что многие люди писали мне в личку, даже знакомые, там, типа, а вы не, типа, там, не знаю, не обманываете еще? Ну, вообще, это нормально, я даже не обращаю внимание на те, кто там пишет всякие гадости, потому что сейчас в последнее время, да и раньше. Это просто жесть, на самом деле, потому что меня это возмутило, я никогда, я не собираю, ну, там, ничего не говорил, кто скинул, спасибо большое, все, что мы можем сказать. Мы с Иваном лучшие друзья очень давно, и тут никаких вопросов, и я стараюсь помочь как могу, и сам помогаю, и сейчас вот мы впервые за долгое время встретились, еще и футбол, такой приятный повод, вот вышли в эфир, поэтому, короче, ставлю пока музяку. Да, 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 я их все сюда закидываю, и пока, наверное, музыку послушаем, сейчас что-нибудь такое футбольное надо придумать. Давай еще раз этого... Не, я нашел одну вещь, другую. Вот, вот это хорошее дело, давайте, все, ребят, давайте. Хорошо, такое полотно, мы будем выбирать из него, прежде всего, на что отвечать. Для тех, кто пишет, что футбол для быдлов, футбол для ебанатов, мы полностью разделяем ваше мнение, в том плане, что, ну, вы так считаете, окей, для нас футбол, ну, для Ливана это вообще очень много, для меня, как бы, ну, типа, тоже, я разбираюсь, в футболе, и для меня это важная часть моей жизни. Мне нравится эта игра, у каждого свои хобби, кто-то любит марки собирать, кто-то дрочить, кто-то в доту играть, кто-то любит футбол, поэтому ничего пидорского я в футболе не вижу. Кто играл в футбол, тот понимает, кого это увлекло, кто помнит, какие эмоции он может вызывать. Я не столько люблю, может быть, сам футбол, сколько вот это ощущение, вот, кто-то, когда был финал, например, вот, кто любит доту, но не любит футбол, может представить, когда был недавно финал, там, Альянс, Нави, когда у вас там сердце колотилось, у нас такие же эмоции вызывает футбол, мы многое, долгое время ходим на стадионы, болеем, болеем за сборную и так далее. Мы не из тех болельщиков, которые, там, вспоминают о сборной, когда она играет, там, с Голландией в четвертьфинале чемпионата Европы, мы... Такие есть, мы еще и много всех... Поэтому мы сегодня и критиковали, и многое говорили... И унижение видели сборную, так что же... То же самое я могу сказать, я не только люблю футбол, я люблю и хоккей, ненавижу баскетбол, там, и так далее, то есть, ну, всякое. Я разносторонне люблю спорт, но вот именно мне нравится больше всего футбол. И, кстати, вообще не понимаю, вот я тут полностью согласен с стендапером Дагом Стэнхрупом на тему... На тему олимпийских видов спорта, таких как, например, плавание или бег. Например, Усейн Болт, у которого... Да, что такое? Ну, флешевское период, отцельское период. На тему того, что вот олимпийские виды спорта во многом, блядь, идиотские, потому что эфиопы, они, ну, физически предрасположены к марафонам. Там, допустим, Усейн Болт имеет тело буквально созданное для 100 метров, как и Ян Фелпс. Это как бы тренировками... Ну, Майкл Фелпс, неважно, который Ян Торп был. Ну, да, я путаю. Ну, неважно, это смысл в том, что это как говорить о том, что, я не знаю, чем это даже сравнить, с тем, что негры более черные, чем белые, поэтому они чемпионы. Или проводить чемпионаты мира по росту или по весу, типа, кто самый жирный, кто самый высокий. То есть, человек физически предрасположен, он бежит быстрее, потому что... Ну, там жирный-то будет. Конечно, я бы выиграл, кто самый жирный, кто самый высокий. Но это бред. А футбол, это, прежде всего, умения, это компоненты. И просто это интересно. Итак, ребят, собственно говоря, начинаем отвечать потихоньку на вопросы. Я очень благодарен тому, что вы не долбоебы и задали довольно много интересных вопросов. Давай просто не по списку, а давай не вопрос был, начнем с него просто. Нет, ну, мы начнем как бы по списку и потом подойдем к интересным вопросам, я думаю. Ты исторопишься? Нет, не дроблюсь просто. Пока люди смотрят, мне нравится, что... Сегодня только о футболе. Эфир сразу говорю, поэтому 1200 человек. Если кому неинтересен футбол, можете отключаться. Дилан Шепард или Видок Братич? Я уважаю Батока. Родослав Баток или какого? Был неплохой защитник. Я помню, кто такой Дилан Шепард. Это, по-моему, из Ямайки какой-то краёк, которого Спартак привозил. Кто такой Видок Братич? По-моему, у нас был. А, нет, это оба, короче. Дилан Шепард, это, блядь, из какого-то южноафриканского клуба был, я помню. Причем там клуб, что-то типа Аякс южноафриканский был, его привозили. Видок Братич тоже у нас сыграл. Догадайте, кто это сыграл. Да это Закиров и спрашивает, короче. Как сюда вопросы. Его, наверное, завалили. Нет, я вспомнил, кто это такие, чувак. Господи, ты меня сейчас чуть не подловил. Ямайца по-другому звали, из Спартака. Не помню, как его звали, правда. Господи, как же звали, блядь. Короче, самый дебильный вопрос у них всех. Да, конечно. Дилана Шепарда реально привозили к нам из Аякс Кейптаун, по-моему, клуб назывался. А Видок Братич тоже был такой защитник, жуткий вообще абсолютно. Так. Я помню, почему этот вопрос второй задали нам. Как относишься к футбольному обозрению с Перитурином? Мы желаем Перитурину здоровья, потому что у него, насколько я знаю, недавно пережил инсульт и практически не ходит. Конечно. Ну, 90-х это была первая задачка, которую я смотрел. Ну, и футбольный клуб еще. Футбольный клуб появился позже. Мы как бы отдаем должное, как бы мы не смеялись там над тем же Маслаченко, Владимиром Никитичем над Перитурином и так далее. Но это наше детство. Мне Перитурин всегда казался скучным. Но в любом случае, футбольное обозрение, конечно. Тем более, когда... И мне нравился формат футбольного обозрения. Показывают, что он показывает. Ну, смотри, во-первых, когда были всякие форумы, там я начал с 96-го года, смотри, чемпионат Европы. Потом 98, и там как раз на первом канале именно с Перитуриной выходили. Там Дивник, чемпионат и так далее. Да, было интересно смотреть. Его голос был самым привычным на телевидении, которым где-то был. Илья, а как думаешь, почему в нашей стране нет нападающих? Виноваты детские школы, почему так плохо воспитывают? Тут, я думаю, ты можешь лучше ответить, потому что Ливан сейчас работает в спортшколе Строгино тренером, тренирует детей. Мое мнение, это то, что у нас тренера, это люди советской закалки, в основном алкоголики, блядь, злобные, которые запрещают как бы работать на себя, водить и так далее. Вот Ливан, как человек, который готовит ближайший резерв для футбольного клуба Строгино из детей, я думаю, что ты можешь ответить. Ты можешь, кстати... Ну же не Строгино. Ну хорошо, ты можешь даже рассказать и про отношения с родителями, со всем остальным. Вот как у нас проплаты детей и так далее. То есть это интересный вопрос, на самом деле, и вот он просто по адресу тебе. На самом деле, что касается нападающих, что не хватает, это то, что на самом деле, когда появились и тот же Сычев в одно время, и Киржаков, на самом деле, они были очень плохими игроками. И когда я смешал чемпионат мира, очень хотел, чтобы именно они играют в основе, а не безчастных, там еще кто-то и так далее. И что касается того, что почему у нас с ними не срослось, мне кажется, это в том плане, что когда они попадают из юбля в основную команду, им уже платят очень огромные деньги, очень огромные, и у них немного мотивации все-таки пропадает, да? Последним за тем же Киржаком. Единственное, у него очень неплохая карьера, кроме последних двух-трех лет. И он очень много добился, он забил больше всех мячей и так далее, и так далее. Но в какой-то момент у него все-таки произошел какой-то некий спад, в плане того, что у него потерялась мотивация, и он уже не так настроен на игры, как раньше. Что касается того, почему у нас именно вот мало нападающих, а не тех, которые я сейчас перечислил, да, про кого я рассказал, это не знаю, что связано, потому что я вижу в школах футбольных очень много талантливых ребят, ну просто. Я не знаю, даже больше, чем в Голландии, но я не знаю, куда они деваются все, но, видимо, та же причина, как семи ждинтами, да, они там какую-то свою долю получили, и они остановились в развитии. Взять того же Прудникова, да, ему там, он там управлял сильно на выигры с чемпионата Европы, хоть у него паспорт там был подделан, даже отпустим это. Ну, в итоге, когда ему заплатили много денег, он же остановился в развитии, он все, его все уже не видно, нигде. И что касается там школ, на самом деле, опять же, повторюсь, талантов много, но, к сожалению, бывают такие моменты, когда это было при мне даже, я не говорю, что это было именно в стриге, но это было просто по рассказам других тренеров, когда человек, который, ну, не проходит, видно, что он плох, просто родители дают бабки, грубо говоря. Как Антон Шунин? Ну, не знаю, как там Антон Шунин, но вот именно, вот реально, пример, я слышал это, видел, человек дает деньги, допустим, родители дают, они берут его на сборы, потом как-то его состав определяют, так далее, так далее. Соответственно, человек, который был лучше в нападении, вот мы сейчас говорим об этом, об этой позиции, он отсеивается, а тот, кто заплатил побольше, тот попадает. К сожалению, такое есть. Ну, ближайшие примеры, я не знаю, может, Ливан просто об этом говорить не хочет, это Антон Шунин, у которого очень крутой бати-бизнесмен, можете прочекать это в гугле, и Артур Юсупов, у которого отец, один из заместителей мэра Москвы, и, соответственно, там просто миллионы вкладываются в этих игроков, они абсолютно играть не умеют, но, тем не менее, постоянно будут занимать место в основном составе, потому что даже, ну, это ужасно, Юсупов и Шунин, как бы их не пиарили, не старались раскрутить, это не игроки, это ужас, но это я вот знаю, как бы динамически. Ну, просто утверждать тоже, я как-то не знаю, а? Ну, хорошо, не будем утверждать, то есть все это знают, но мы не будем утверждать, те, кто увлекается футболом, там, крутится в кругах, все и так далее. Да, 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 ну, например, кто читал на Спортсру интервью, как его звали, все время забывая этого армянина? Артем Хачатурян. Хачатурян, он с нами в институте учился. Да, который сейчас продвигает свой клуб, который он создал буквально ни на чем, он большой молодец, наш клуб пытается в третьей лиге играть, и единственный параллитический клуб, который пытается играть пас, низом и так далее. Ну, вот, вы можете почитать его интервью на Спортсру, она много шума сделала про то, что там переписано по Спарта у многих футболистов. Я еще могу сказать по этому поводу, то, что, в принципе, Артем, он такой человек, который, ну, он такой, он творческий. За правду, за правду, Борис. Творческий, но он иногда и может, ну, мне показалось, в моем общении с ним, чтобы припизднуть, но я знаю, что то, что он говорит, он, например, просто в своем интервью опустил некоторые детали, например, говоря, что он нашел Яковлева, он забыл сказать, что в Спартак привез Авусабие, но... Ты сейчас фамилию правильно назови. Авусабие. Так какая разница, он нашел этого игрока. Ну, что, на самом деле, он нашел этого игрока, я считаю, это отличный игрок. Хорошо. Нет, подожди, дай мне это сказать. А человек мог на месте ввести там двоих-троих. Например, если бы попал в какой-нибудь клуб, там, другой, да, его могли бы развивать там. Хорошо. Ну, попал в Спартак, где игроки не развиваются, к сожалению. Он был лучше, чем Кристиан Майдан, наверное. Он был лучше, чем Кристиан Майдан. Кроме того, ну, мне не очень понравилось, что Артем немножко соврал на тему того переписанных паспортов. Он почти сказал, что у Прудникова паспорт не переписан. А в разговоре... Нет, он переписан. В разговоре с нами, Артем, видимо, он хотел защитить любимый свой клуб Спартак. Нет, нет, вряд ли. Я не знаю, что им двигало. Артем относится очень объективно, на самом деле. Он много всего знает. Я сейчас не буду направить и рассказывать, что у Спартака творится. Но к Спартаку он относится объективно. Так что тут... Может, он просто забыл или что-то не так вспомнил, но у Прудникова тоже... Да, Прудникова действительно переписана. И Кокорин переписан. Это абсолютная правда, все, что он сказал по поводу возраста игроков. Готагова 27, Кокорин 25. Это просто абсолютно общеизвестный... Ну, я хочу добавить то, что на самом деле все это переписано. То, что не переписано, на самом деле, по сути, не важно. Это просто для того, чтобы человек как-то продвинулся. Потому что игрок переписанного может играть лучше, чем тот, который, ну, допустим, по-настоящему продвинулся. Потому что и в Европе тоже есть переписанные игроки. Мы просто об этом не знаем. Это правда. Когда... Стой, стой, стой. Поэтому в Европе в основе топ-клубов играет до 40 лет, а у нас 33 заканчивают. Ну, это не всегда так, Илья. Естественно, примеров побольше, чем у нас. Это само собой. В этом споров никаких. Примеров, то, что там играют до 40, их куча. Но, к сожалению, во всем мире практически так. В любой чемпионате, в любой команде есть хотя бы один трипиз на игрок. Вообще любом. Илья. А, стоит ли Ладыгину занять место в основном составе? Ну, Ливан, к сожалению, не был. Но он не мог следить за первыми турами. Того он не знает. Поэтому я отвечу на вопрос. Я считаю, что Ладыгин сильнее, чем Малафеев. Десять раз. Я думаю, что... То, что я сейчас видел, я не знаю, как целый сезон он приведет. Но вот именно если бы я был скаутом и оценивал по трем-четырем играм, я бы сказал, что у Ладыгина единственное слабое место – это игра на выходах. Так этот вратарь просто полностью готов к тому, чтобы быть чуть ли не вторым в сборной. Посмотрим. Но уж точно он лучше Малафеева. Хотя к Малафееву я всегда хорошо относился, но где-то уже год три-четыре назад он перестал. И вообще Малафеев сейчас подался в телевидении, он будет выступать на какой-нибудь передаче. Согласен. Я думаю, что из него будет какой-то хороший тренер или еще что-то. Может, не тренер, может, даже шоумен или режиссер фильма про старе. Я не знаю. В общем, в любом случае, я помню Малафеева еще таким молодым, когда он в Кубке Интертоту против Сельд стоял. Нет, вот тогда он тащил, а сейчас... В любом случае, всегда у Малафеева была сильная черта – это игра на линии, прыгучесть. С годами она уходит, а умение играть на выходе он так и не развил. И из-за этого постоянно привозил. Нет, тогда шоу, может быть, это как-то все равно. Самый лучший вратарь в Кубке. Ночник или как-то подобный? Вот честно, как-то вот не приходит в голову. Просто самый вратарь, который я считаю лучшим сейчас, он до сих пор играет. То есть это Касилис. И я не шую, не потому что он моей девушке нравится. Потому что он 17 лет, вот примерно когда я начал увлекаться футболом, он там буквально через 3-4 года появился. Каких-то таких супер-олдовых вратарей я не могу вспомнить. Мне наоборот никогда никто не нравился. С Кёпке пропускал подмышкой Субисаретов, свои ворота забивал с Камеруном или с Нигерией, уже не помню. Там Оливер Кан, блестящий вратарь, на мой взгляд, один из лучших. Но были у него Лиапа, например, штрафной от Роберто Карлоса в 2001, по-моему, Лиге Чемпионов в БВБ. Плюс финал Чемпионата мира он довольно слабо отстоял, хотя весь турнир тащил. Хотя, наверное, я ближе склоняюсь к тому, что Кан охуительный. Если посмотреть видео подборку сейвов Кана, у многих просто глаза на лоб вылезут относительно нынешних вратарей. Согласись, они есть такое. Очень многие стали забывать, наверное, с появлением... Ну, они, естественно, появились давно, и Буфон давно, и Кассилис давно, и Чех давно, но Кан превосходит их. Ну, просто мы помним хорошо, как он стоял. Да, и... Просто забыли о нём. Согласен с тобой, Кан, в порядке. Ну, на моей памяти вот такое, чтобы у меня просто глаза на лоб полезли, наверное, Жеремежанова. Да, вот именно глаза ушли куда-то, блядь, в жопу, это действительно Жеремежанова, потому что... Ну, просто посмотрите подборку, вот наберите в ютубе прямо сейчас. Ну, естественно... Ну, это сумасшествие какое-то. Естественно, это дико нестабильный вратарь, но именно по сейвам это Жеремежанова. Ну, по сейвам, по сейвам глаза идут хуй знает откуда. Правда, вот я матом ругаюсь именно тогда, когда я слушаю Жеремежанова. Тогда я начинаю ругаться матом. Потому что здесь, ну, больше... А вообще... Ну, давай признаюсь, ну, вот мы смотрели старые кадры, Льва Яшина, ну, что тут говорить? Если его весь мир признал, не СССР, а весь мир. Что тут говорить? Ну, понимаешь, все-таки это такой футбол старый, но вот как я смотрю какие-то сохранившиеся кадры с Яшином, видно, что человек играет как современные вратари, и, видимо, в этом была его фишка. Естественно, поэтому же считается, там, Третьяк первый, кто баттерфляй стал использовать в хоккее. То есть он не просто пытался, там, ловить шайбы, а реагировать на них. Он первый, кто, типа, пытался предугадать, то есть понимая, что вратарь в его амуниции занимает, там, 75% хоккейных ворот, он просто старался именно расположиться и примерно подставить свое тело туда, куда шайба летит. Поэтому Лев Яшин первый, кто именно использовал прыжки, выходы из ворот и так далее, потому что никто до него этого не делал. Просто стояли какие-то чуваки, блядь, на воротах и ничего не делали. Не, ну, чуваки, конечно, нельзя сказать, там, стояли такие люди, как Шенкли, да, если... О, не, Лев Яшин, это вообще другое было. Шилтон. Ну, то есть там не дураки стояли раньше. Ну, хорошо, в любом случае, не нам судить. Ну, не нам, естественно, но... Слово, если человек, который первый, первый проходит, он всегда догадывается, значит, он был не другие. Конечно. Но он был лучше других. Это все-таки... Общепризненно. Я читал мемуары и там, и Стрельцова, и всех, и все отзывались о Ешниках, и о человеке, которому невозможно забить. Мой дед, который привил меня к футболу, он болел за Спартак всегда и очень сильно обижался, что я болел за Динамо, потому что он просто обожал Спартак. На втором месте его любви был Локомотив, потому что он был метростроевцем, но все-таки больше он переживал за Спартак и всегда мне говорил, что я болею за Прихвостни Берии, потому что человек советской закалки такой был. И как бы, типа, ну понятно, что он так относился к Динамо, как к мусорам, там, Берия, вся хуйня. И он всегда мне говорил, что самый ненавистный на его памяти, блядь, футболист, который он больше всего ненавидел, как болельщик Спартака, это Лев Ешин. Но говорил, что даже вот он, когда удавалось урвать билетик какой-нибудь на футбол, на Динамо он всегда шел, потому что это человек, которому невозможно было забить. Я почему начал болеть за Динамо? Именно потому что дед мне рассказывал про Яшина, как ни странно, очень много интересного. То есть он мне, ну, многое рассказывал вообще про футбол, про Спартак в основном, но вот меня именно всегда потрясали рассказы именно про Яшина, про то, как он после матча выходил с Диона, Динамо. И неудачный, допустим, матч был какой-то, там ему забили нелепый гол, и он, говорит, подошел там, поднял штанину, говорит, ребят, я старался, поднял штанину, но живого места на ногах нет, там одни синяки, потому что он постоянно, он первый вратарь, который прыгал в ноги вперед. И когда он, ну, рассказал, как наш за сборную стоял, там все мировые звезды футбола, там, начиная, ну, я не знаю, просто любого назовите, любого из тех времен, все говорили, что Яшину забить просто невозможно. Когда он, особенно, пенальти, то есть, там, люди просто тряслись, подходили, не могли забить, можете посмотреть, да, то есть, это действительно, нам есть чем гордиться в футболе. Я надеюсь, что фильм про Яшину будет не таким надуманным, как фильм про Харламу. Больше фактов хочется. Ну, не то, что фактов, тут история, которая действительно трагична, как от человека отвернулись и так далее, я удивлен, что про Стрельцова не готова пока снимать, потому что у него... Да и вообще, да боже, у нас на самом деле столько игроков великих, в хоккее, и в футболе, можно столько всяких фильмов создать. Конечно, и о Харламе не надо было выдумывать ничего, если организовать его биографию, получится лучше фильма, который есть, выдуманными фактами. Я тоже не понимаю, зачем делать художество, сделать так, чтобы было все действительно как было, и все, люди будут с ума сходить. Это же легче популяризировать, когда ребенка тяжелее заставить читать про того же Валентина Казмича, допустим, Иванова, который в Торпедо играл, чем про него фильм показали. Покажите фильм, и про него будут все знать. То же самое про остальных игроков. Штаровые хомухи, помним. Мэтт Ливан. Стой, тогда пропускаешь вопрос. Не пропускают там Джованни Дос Санте, Салахиен. Это глупый вопрос, нас троллит какие-то дагестанцы. А, ну понятно, и Олахиенов, он, конечно, не деревянный, но про него не будет. На него брат террорист, можете проверить википедии. Да, я не буду. Мэтт Ливан, хотелось бы узнать ваше личное мнение о Дмитрии Сычеева. Почему ему не удалось заиграть? На мой взгляд, начали 2000-х в Сапрадаке был самый талантливый в российском. Сейчас все над ним смеются, но когда-то был реально охуенный, почему так сдулся, на ваш взгляд. Я начну? Да, начну. Ну, во-первых, Сычев попал в команду Спартак, в которой была самая сильнейшая полузащита в России вообще. В принципе, это все равно, что играть в атаке в Барселоне сейчас. Там место месси тебя ставят, естественно, тебя будут хоть какие-то моменты. У Сычева как-то начало заходить, у него был удар. И в Тамбовском Спартаке он показывал себя, то есть скауты не просто так его находили, но он еще и попал в нужное время, в нужное место, и, видимо, Спартак просто решил впервые попробовать вместо 30-летнего негра бездарного поставить русского парня и выстрелило. Ну, типа Сычев хорош был, потом травмы, скандал сначала вот этот с Марселем и так далее, потом травмы, потом клубы, потом травмы, потом клубы. Но я так скажу, в какой-то момент просто Сычеву очень начало не вести с тренерами в Локомотиве, то есть его начинали ставить на фланг зачем-то. Даже Хиденкова справа выпускал, а потом менял на Саенко обычно, а потом и Саенко. Потому что все-таки Сычев это именно человек, из которого можно было бы... У него нет взрывной скорости, нет какого-то нереального дриблинга или удара, но у него было голевое щитье, то есть он мог играть на острие, и я бы в нем развивал именно это, как, например, играет Инзаги или кто-то вот в таком стиле. То есть я даже считаю, что если бы сейчас Сычев не попал в Волгу, если ему действительно интересный футбол, я не могу залезть в душу футболисту, но тем не менее, я думаю, может быть, он бы мог приносить пользу какой-нибудь более сильной команде, чем Волга, потому что и в Волге он будет хоть какую-то отдачу надавать. Сейчас уже просто возраст такой, свою карьеру он просрал, будем грубо говорить, но я считаю, что ему очень во многом не повезло со специалистами, которые работали с Локомотивом. Я считаю, что в том же Локомотиве осталось намного больше, блядь, бездарных нападающих, чем даже сам Сычев. Это и Павлюченко, и Майконы, Павлюченки. Ну, вы могли видеть мой летсплей по Локомотиву. Конечно, ребят, я в летсплее про Локомотив в FM все сказал. На мой взгляд, Сычев не такой уж и плохой игрок. То есть это игрок, который даже сейчас мог приносить пользу. Просто надо его правильно было использовать. И, в общем-то, на фланг, не имея техники, должной там на фланге, ну что он мог делать? Он, блядь, нападающий центральный. И три года он буквально тут на этом фланге. И плюс травмы. Ну, естественно, на фоне неудачи, имея хорошие деньги, игрок идет в клубы ночные, становится диджеем. Ничего удивительного тут нет. Это, опять-таки, система подготовки и наша тренерская система, когда такой клуб, как Локомотив, доверяют всяким ебанутым. Типа, там, Рахимовых, там, Хуимовых, блядь, и хуй знает каких. То есть, ну, ребят, может быть, будем назначать в топ-клубы. При Красножане, кстати, Сычев был на своем месте, по-моему. То есть, при тренерах, которые соображают, что это в футболе, он нормально играл. То есть, при молодом Семене, ну, как молодом, то есть, при Семене, когда он еще с ума не сошел, да. Отчасти согласен с Леей, да, в принципе, полностью практически согласен, но просто добавлю то, что, когда он появился только в Спартаке, то есть, вы поставили в основной состав, он там, у него, у человека, ну, так, так был рад футболу, чисто по-мальчически, прям, вот, как будто он выходил во двор, там, радовался, прыгал, что-то там делал. Делал, то есть, он все, наслаждался футболом, забивал, у него глаза горели, Спартаку душ отдавал. Я помню, хоть у болельщика я был, хоть я и за Динамо, но я видел, что человек, он, когда, у него тоже, он под футболку у Спартаку суносил, футболку все видели, я думаю, все помню, вообще все болельщики, что он был набил, кто ему мясо. То есть, он душой был Спартак. У него все получалось. А потом, что-то батя у него заговнился, что-то куда-то захотел. Не знаю, каких-то денег, видимо, от него, от Спартака, там.